Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и я начинаю серию уроков по Ornatrix Cinema 4D. Многие меня об этом просили и вот я наконец-то добрался до записи таких уроков. Этот плагин вышел недавно для Cinema 4D. Поэтому я решил запустить данную серию уроков, параллельно тому, что я уже делаю для 3ds Max и Maya. Так как я знаком с ним и знаю много интересных нюансов, которыми хочу поделиться с Вами. Для тех, кто не знаком с Ornatrix, я кратко расскажу, что это за плагин. Орнатрикс это комплексное решение для создания анимаций и рендеринга волос, меха и перьев в Maya 3ds Max, а теперь уже и в Cinema 4D. Этот плагин тесно интегрирован в среду Cinema 4D, чтобы обеспечить интуитивно понятный и простой в освоении подход к грумингу персонажей и созданию различных волокон, а также эффектов скеттлинга. Поэтому, я думаю, у Вас не возникнет сложности в изучении этого замечательного плагина. Особенно, когда Вы хорошо знакомы со всеми функциями и параметрами Cinema 4D. Кстати, во время ожидания следующих частей, которые будут выходить после этого, я рекомендую заходить в плейлист Ornatrix и смотреть уроки, которые я уже выпустил для 3ds Max и Maya. Я уже загрузил 35 видео в него. Ссылку на этот плейлист, я также помещу в комментариях. Начинается все с базовых параметров и это 15 уроков, состоящих из 6 глав. Каждый из которых я рассказываю о всех параметрах, которые пригодятся Вам в работе. Также рассказываю о создании геймдф волос и так далее. Я это рекомендую, потому что не хочу снова записывать то же самое в Cinema 4D. Так как мне хочется показать больше практики, которые уже все так ждут. Ведь на самом деле, Ornatrix везде одинаковый и поэтому не важно, в какой программе я показываю этот плагин. Единственное отличие от Cinema 4D в том, что во время создания Ornatrix объекта, модификаторы расположены в другом порядке. То есть сверху вниз. Если Вы откроете 3ds Max или Maya, то там расположение модификаторов идет снизу вверх. И это единственное отличие. А так, в основном все настройки и параметры похожи. Поэтому мне было так легко перейти с 3ds Max в Maya и с Maya в Cinema 4D. Так как у меня уже есть базовые знания, о которых я рассказываю в плейлист. Начиная с этого урока, я хочу поменять принцип подачи материала. И мне хочется показывать больше практики, если необходимо рассказывать о некоторых параметрах, нужных для выполнения определенной задачи. Потому что, если я начну записывать рассказ о всех параметрах из документации, это будет очень долго и скорее всего не интересно. Я ведь хочу научить Вас использовать данный плагин в решении конкретных задач. И первая задача, о которой мы поговорим в данном уроке, это создание меха. Потому что после выпуска урока о его создании в 3ds Max плюс Redshift и после выхода данного плагина для Cinema 4D, многие меня просили выпустить такой же урок именно для нее. Поэтому я и решил начать вводный урок именно с этой темы. Итак, первое, что Вам нужно знать после открытия Cinema 4D, это то, как создать объект для использования Ornatrix. После установки плагина, в верхнем меню Вы увидите пункт под названием Ornatrix и конечно же, у него есть основное меню, с помощью которого можно делать много интересного. Здесь находятся все модификаторы, которые мы будем использовать в нашей работе. С помощью этого меню, Вы можете сразу создать базовый объект из пресета. Для этого нужно нажать Add Hair и выбрать пресет Furball. После данного действия, у Вас справа появится объект с этим же именем и он будет включать группу модификаторов, которые пригодятся для начала работы. Когда Вы сохраняете пресет, сохраняется вся группа использованных модификаторов. Пока в данной версии нельзя этого делать, но в скором времени появится такая возможность и мы обязательно о ней поговорим. Для каждого модификатора есть атрибуты, которые можно настраивать. И основные настройки для него находятся в вкладке Object. Естественно, есть дополнительные настройки, которые расположены в других вкладках. И я думаю, что этих вводных знаний уже будет достаточно для продолжения урока. И сейчас мы приступим к созданию шерсти. Итак, создаем новый проект и первое, что Вам нужно будет создать это Plane. Объекты в Cinema 4D создаются с помощью данной иконки или в меню Create. Для создания Plane нажимаем на данную иконку, удерживаем и выбираем его. В отличие от урока по 3ds Max, я хочу немного изогнуть данный Plane и таким образом получить немного другой финальный результат. Для того, чтобы согнуть Plane в Cinema 4D Вам нужен Deformer Band. Чтобы его создать, нужно нажать на данную иконку и удерживая левую кнопку мыши, выбрать Band из списка. Чтобы изгиб работал правильным образом, во-первых, Вам нужно перетянуть Band на Plane так, чтобы появилась стрелка вниз. Во-вторых, саму сетку бенда в виде бокса нужно повернуть. То есть, выделяем данный манипулятор, нажимаем R и поворачиваем по данной оси на 90 градусов, удерживая Shift. Далее выбираем Band и в настройках Object изменяем параметры Strands и Angle, чтобы получить такой изгиб. После чего нажимаем кнопку Fit to Parent. И после этого, еще раз настраиваем Strands таким образом. Далее нажимаем E и поднимаем Plane. Итак, объект для создания шерсти готов. Идем дальше. Далее план такой. Сначала я хочу показать порядок всех модификаторов, которые можно использовать для создания шерсти. А уже затем рассказать о всех нужных настройках, которые можно использовать для ее редактирования и модификации. Итак, приступаем к созданию модификаторов. И первое, что нужно сделать, это выбрать Plane. Затем зайти в меню Ornatrix и нажать Add Hair. Далее в появившемся окне нажимаем на Preset Furball. После чего открываем полученный объект и видим такое количество модификаторов. Итак, первый секрет, который я хочу вам рассказать, это то, что если сейчас вы обратите внимание на отображение шерсти во Viewport, то она отображается в виде сплайна. И если выключить модификатор Hair from Guides, то вы увидите такое же отображение гидов. И это не так интересно и не совсем удобно. Хочется уже увидеть результат с назначенным шейдером, а не кучу сплайнов. Так вот, разработчики Ornatrix реализовали эту возможность и сейчас я расскажу, как ее включить. То есть, вы сможете видеть шерсть с материалом, тенями и Ambient Occlusion. Для этого, вам нужно сначала выбрать последний модификатор Change Width. Затем зайти в меню Ornatrix и активировать модификатор Mesh from Strands. Таким образом, у вас автоматом будет создан OX Polyhair и он будет привязан к фурболу. Далее, вам нужно зайти в модификатор Hair from Guides и увеличить количество волосков. Для этого нужно активировать вкладку Object и в настройках вы увидите Render Count. Который отвечает за количество волос на рендере. А также ниже есть параметр Viewport Count Fraction. Который как раз отвечает за количество волос, отображаемым во Viewport. Именно он нам и нужен. То есть, для этого параметра вводим значение равное 100%. Затем для параметра Render Count увеличиваем значение до 100 000. Этого вполне достаточно для комфортной работы во Viewport. Но это еще не все. Как видите, вращение камеры с таким количеством не сильно тормозит Viewport. И FPS варьируется от 90 до 120. Конечно же, это зависит от вашей видеокарты. И если она у вас слабая, то FPS будет меньше. Чтобы убрать эти непонятные баги в нормальных. Вам нужно просто зайти в Mesh from Strands и в Object. Активировать отображение волос в виде Mesh. А не Plain. Это то, что я всегда в первую очередь делаю. Затем заходим в меню Create. Выбираем Light. И создаем источник света, кликнув на лампочку. Тип источника освещения меняем на Area. После чего заходим в меню Options. Активируем Enhanced OpenGL, Shadows и SSO. Еще, чтобы отображались тени от источника освещения, вам нужно отключить его в настройках. Этого будет достаточно, если у вас нет Reshift Render. Если есть, то я чуть-чуть позже покажу, как намного лучше выглядит результат во Viewport с его источниками освещения. И он мне нравится намного больше. И если у вас слабая видеокарта, то выключаем Mesh from Strands. И вы увидите, что волоски все равно видны. И за этим можно конечно работать. Кстати, видимые пробелы можно убрать. И сейчас я расскажу, как это сделать. Для этого заходим в Hair from Guides. Затем открываем вкладку Guide Interpolation. И включаем Bodycentric Interpolation. После чего в Bodycentric Interpolation Type выбираем Manual Triangulation. В большинстве случаев, в такой интерполяции достаточно для получения качественного результата. Как можете заметить, непонятные пробелы исчезли и теперь все хорошо. Если вам интересно, то в документации подробно описаны все методы интерполяции. И почему стоит использовать именно этот. Я сейчас не буду об этом рассказывать. Так как я хочу показать больше практической части, которая более интересна. И буду рассказывать о тех нюансах, которые необходимо знать конкретно в выполнении этой задачи. Далее, что же вам нужно для того, чтобы двигаться дальше? Это конечно же модификатор Surface Comp. Который используется для того, чтобы задать направление гидов для более реального отображения финального результата. Применять его нужно после Edit Guides и перед Hair from Guides. То есть выбираем Edit Guides. Затем идем в меню Ornatrix. И кликаем на Surface Comp. Временно выключаем Hair from Guides. Так как пока в нем нет необходимости. Как только вы добавите в Surface Comp, вы заметите незначительное изменение направления гидов. Но нам все равно его нужно настроить с помощью специальных направляющих. Которые называются Syncs. Для этого заходим в вкладку с таким названием и активируем Sync Tool. Нажатием на кнопку Add Sync Tool. И работа с этим инструментом очень простая. Достаточно кликнуть в том месте, откуда хотите задать направление. И тянуть в появившуюся стрелку в том направлении. Далее заходим в вкладку Object. И там Вы можете настроить степень изгиба каждого из волосков. С помощью данной кривой под названием Slow Prem. Кривую делаем такого вида. Также, если Вы хотите сделать более резкий переход между точками. Для этого выбираем точку. Кликаем правой кнопкой мыши. В появившемся меню выбираем Point Types. И кликаем на Zero Angle Length. И так для каждой из точек. Таким образом, изгиб кривой будет более резкий. Это первое, что необходимо сделать для получения правильного направления шерсти. Также, при желании в любой момент, Вы можете редактировать созданные направляющие. Достаточно зайти в вкладку Sings и нажать на кнопку Edit Sings. В итоге, у Вас появится манипулятор рядом с курсором мыши в виде круга. Как только Вы наведете его на направляющую, он сразу исчезнет. Что говорит о том, что данную направляющую можно отредактировать. Например, переместить ее каким-то таким образом. И так можно делать любой из направляющих. Чтобы выйти из режима редактирования направляющих. Активируем любой из инструментов трансформации в Cinema 4D. Например, нажимаем E, чтобы активировать инструмент перемещения. Далее я покажу, как получить быстрый результат. А затем расскажу, для чего мы использовали каждый из модификаторов. Потому что я знаю, что Вам уже не терпится получить конечный результат. Кстати, Вы можете не стесняться и писать все вопросы в комментариях под этим видео. Если вдруг что-то непонятно. Итак, приступаем к созданию шерсти. После того, как Вы настроили Surface Comp, нужно применить модификатор Curling. Чтобы получить такую форму гидов. Так как сейчас они абсолютно ровные и это не совсем реалистично. Выделяем Surface Comp. Затем идем в меню Arnatrix. Выбираем модификатор Detail. Для параметров ViewPointCount и RenderPointCount вводим значение равное 30. Затем после Detail создаем CurlModificator. Для MagnitudeRamp делаем такую кривую и настраиваем параметр Face. Затем увеличиваем значение параметра Magnitude. В итоге у Вас должны получиться такие кривые. Именно такой формы. После чего включаем HairFromGuides. Если вдруг у Вас тормозит 100% отображение волос. Заходим в настройки вкладки Object. И вводим значение равное 10%. Затем оставляем выделен этот модификатор и идем в меню Arnatrix. Там кликаем на ClumpModificator. Выделяем его и заходим в настройки. В вкладке Clumps для ClumpMethod выбираем Guide. Затем кликаем на данную иконку. В итоге Вы получите первый слой с клампом. После чего переходим в вкладку Object. И меняем данную кривую таким образом. Затем для параметра Amount вводим такое значение. Далее ниже отмечаем опцию Preserve Strand Length. Спускаемся еще ниже и в вкладке SubClumping активируем опцию Add Clump Index Channel. Далее при выделенном клампе создаем следующий после него. Для этого клампа в вкладке Object спускаемся ниже. И в SubClumping для параметра Region Channel выбираем Clump IDs. Затем переходим в вкладку Clumps. Оставляем Random по умолчанию. И для параметра ClumpCount вводим значение равное 1000. После чего нажимаем на данную иконку. Далее возвращаемся в вкладку Object. Изменяем кривую Amount Ramp. И для параметра Amount вводим такое значение. Затем спускаемся ниже и включаем опцию Add Clump Index Channel. Далее создаем третий кламп после этого. В этом клампе, как обычно спускаемся ниже и в SubClumping теперь выбираем Clump ID 1. Для параметра Region Channel. Также включаем опцию Add Clump Index Channel. Переходим в Clumps и для параметра ClumpCount вводим значение равное 2000. Далее нажимаем на Create Clumps иконку. Все остальное оставляем по умолчанию. И отмечаем опцию Preserve Strand Length. И Attract to Closest Stand Point. Не забываем периодически сохранять сцену нажимая комбинацию клавиш Ctrl и S. Далее создаем еще один кламп после этого. В его настройках активируем Preserve Strand Length. Впускаемся ниже и для Region Channel выбираем Clump ID 2. В этом клампе Вам не нужно активировать опцию Add Clump Index Channel. Так как он является последним в этой серии. В вкладке в Clumps для ClumpCount вводим значение равное 3000. И как обычно нажимаем на иконку Create Clumps. После этого клампа создаем Length Modificator. В его настройках для параметра Value вводим значение равное 110%. И для Randomize 0.7. После чего создаем Freeze Modificator. В его настройках для параметра Amount вводим значение равное 10. А для параметра Scale 3. И изменяем кривую Amount Ramp таким образом. Для параметра Group Channel выбираем Clump IDs 1. Если у Вас возникнут такие баги, которые у меня сейчас появились. Просто заходим в настройки последнего клампа и выключаем опцию Preserve Strand Length. После чего снова выделяем Freeze и создаем еще один Freeze. В его настройках отмечаем опцию Length Dependent. Для Amount вводим значение равное 0. А для Scale равное 3. Далее для Outliers Fraction устанавливаем значение равное 30. И для Group Channel выбираем Clump IDs. После чего создаем еще один Freeze. Для Amount Ramp делаем такую кривую. Затем для параметра Outliers Amount вводим значение равное 10. После чего активируем опцию Length Dependent. Для Amount вводим значение равное 2. А для Scale это 7. Выделяем этот Freeze и создаем следующий после него. В его настройках для параметра Amount вводим значение равное 3. Для Scale это 10. Затем для Outliers Fraction вводим значение равное 3. А для Outliers Amount это 15. После чего для Amount Ramp нужно изменить кривую. Чтобы добавить дополнительную точку, наводим курсор в нужное место кривой. И удерживая Ctrl, кликаем левой кнопкой мыши. После чего изменяем вид кривой таким образом. Далее, после этого Freeze создаем последний. И в его настройках делаем такую кривую. После чего активируем опцию Length Dependent. Значение параметра Amount равно 0. Scale 3. Для Outliers Fraction вводим значение равное 0.5. А для Outliers Amount 40. После чего заходим в Change Width и делаем такую кривую. И для параметра Randomize вводим значение равное 0.05. Это как раз будет 5%. Если Вы введете значение равное 1. Это будет 100%. 0.1. 10% и так далее. Затем для параметра Width устанавливаем то же самое значение и это все. Я Вас поздравляю. Вы создали свою первую шерсть с помощью Ornatrix и Cinema 4D. Теперь можно включить Mesh from Strands, удалить стандартный источник и в Hair from Guides включить 100% отображение волос во Viewport. Далее создаем источник освещения с помощью Redshift Light. Для Light Type выбираем Area. Поворачиваем на шерсть, увеличиваем интенсивность и видим, как шерсть отбрасывает правильные тени, отображение которых мне нравится больше, чем у стандартного источника света. Для Viewport можно использовать более высокие значения Change Width. Но иногда после этих действий у Вас может снизиться FPS. Так как работа Redshift источниками освещения не всегда стабильна именно на этом материале. Надеюсь, в будущих версиях это поправят. Поэтому я предпочитаю использовать Redshift Hair Material. Чтобы его создать, заходим в нижнее меню Create, выбираем Redshift, далее Materials и кликаем на Hair. Удаляем материал Ornatrix у объекта Furball и переносим на него RS Hair. В итоге, как можете заметить, FPS стал намного выше и с таким значением можно комфортно работать и проверять, что получилось без рендера. Но все же, я предпочитаю проверять полученный результат в Redshift IPR. Так как он достаточно быстро работает на моих видеокартах. Для рендера нужно выключать Meshroom Strength, так как в нем нет необходимости. После чего, заходим в настройки рендера и выбираем Redshift. В его настройках включаем Progressive Rendering и 128 пассов для превью будет достаточно. В GUI включаем Breadforce Radiance Point Cloud. После чего, заходим в меню Redshift и кликаем на Redshift Render View. И нажимаем кнопку рендера. В итоге, у Вас получится такая шерсть. При желании, можно запустить IPR и посмотреть ее с разных сторон. Это все, что я хотел рассказать в этой части. В следующих частях поговорим об этих модификаторах, как я обещал. А также настроим Redshift Hair для получения финального рендера. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Всем мир! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА der СДОНОВ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА УДА itКаций ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok